Ты приносишь ему немного нежности в узких ладошках, сложив их утлой наивной лодочкой. Он хохочет, легонько бьёт по рукам снизу вверх. Нет, конечно, не больно, что ты? От такого больно и не бывает. Нежность разбивается в дребезги. Нежность вторая. Чувства. Моя школьная учительница труда фанатела от книг Луизы Хэй. Вместо того, чтобы объяснять, как делать ровные строчки, зачем-то заставляла нас заходить по одной в примерочную, садиться напротив зеркала и произносить сто раз «Я люблю себя». Нам было по тринадцать лет. Мы ничего не знали о любви и ещё меньше знали о себе. Поэтому заверения в том, что стоит только полюбить себя, и у нас чудесным образом уйдёт подростковый жир, исчезнут прыщи и вырастет грудь, казались бессмысленными и странными. Пройдёт ещё много лет, прежде чем я хоть что-нибудь начну понимать про любовь. Очищу это слово от пыли и шелухи, литературных клише и чужих историй. Пойму и узнаю, что такое терять, как это оставаться одной, каково уходить первой. И как это, когда пространство начинает сжиматься и давить на грудь, а ты — мертветь откуда-то с середины. Как здорово, что вы все у меня есть. Как жаль, что никто из вас мне не нужен. Пройдёт ещё много лет, прежде чем я начну что-то понимать и про любовь к себе. Научусь принимать свои чувства, давать имена тому, что пугает, и говорить «мне страшно, если мне страшно», а не строить из себя сопливого героя, мелко стуча коленкой под столом. Возраст действительно многое упрощает. Точнее, опыт, который мы получаем, когда взрослеем. Мы лучше понимаем родителей, когда сами становимся родителями. И на себе ощущаем тяготы заботы о семье, особенно когда нужны деньги, а с работой непросто. Мы понимаем, что мир глазами ребёнка и мир шкурой взрослого — это две разные вселенные. И вместо того, чтобы окопаться в обиде на людей из прошлого и считать себя жертвой, нежнее к себе будет принять не случившееся, а плакать недополученное, отгоревать непрожитое и закрыть тему поиска причин. Память умеет врать и подтасовывать, и можно глубоко и несправедливо обидеться на тех, у кого и в мыслях не было обижать, потому что они дали всё, что могли. Чего не дали, так того и не могли. На мой взгляд, сложный, но важный шаг в развитии личности — это сократить фразу «я так чувствую, потому что…» до «я так чувствую». Точка. И постараться найти как можно больше способов поддержать себя здесь и сейчас, в тех условиях, в которых вы живёте, и с теми, с кем живёте. Некрасивых чувств не бывает. Неправильных тоже. Нежность к себе начинается с того, что вы разрешаете себе чувствовать всё, что чувствуется, без оглядки на то, что подумают другие, и не деля чувства на хорошие и плохие. Как написала однажды у себя в Фейсбуке Элизабет Гилберт, если мы чувствуем радость, она правдива и реальна для нас, как и наша печаль, как и наша любовь к кому-то. Никто не выиграет от того, что мы будем стараться убедить себя, что чувствуем что-то иное. Нужно жить своей правдой. Нет лучше способа обрести свою цельность. Выбирая меньшее, мы будем выбирать что-то не то. Для нас. Если вы чувствуете грусть, это правда момента, которую незачем отрицать. У вас есть причина так себя чувствовать. Вас что-то расстроило. Возможно, вы что-то потеряли. Деньги, отношения, вещь, вдохновение, планы на выходные, любовь всей жизни. И вам нужно время эту потерю пережить, отгоревать и приспособиться к перемене. Горевать не значит надеть траур, бесконечно рыдать и не выходить из комнаты. Горевать значит разрешить себе признать потерю. Сколько времени это займет, предсказать невозможно. Но если запрещать себе переживать, то точно больше, чем могло бы. Нежность к себе в данной ситуации примириться с тем, что какое-то время придется походить с полными печали. Отпустит, когда отпустит. Это нормально, это вас не убьет и совершенно точно не сделает хуже. При этом постарайтесь не загонять себя в ловушку переживания насчет переживания. Это когда мы начинаем волноваться, а все ли с нами в порядке, если мы почувствовали что-то не то. Позавидовали, порадовались неудачи друга, приревновали, обиделись или просто загрустили и начали позорно ныть, вместо того, чтобы оставаться модно проактивными. Мы расстраиваемся, обнаруживая себя неспособными без конца быть светлыми человечками и мыслить позитивно. Нам больно признавать, что есть вещи, которые всегда будут задевать нас за живое, а значит, мы будем реагировать не так, как нужно, или как мы хотели бы реагировать, а исходя из своего состояния и количества сил, чтобы не сесть и не расплакаться на месте. Такова реальность, поэтому, пожалуйста, как только словите себя на том, что начали переживать из-за уместности чувств, сделайте вдох, выдох и аккуратно верните себя себе. С вами все в порядке, ваши переживания адекватны моменту, их не нужно стыдиться или стремиться переиграть. Не страшно однажды испытать к любимому человеку ненависть, страшно не разрешать себе испытывать к нему ничего, кроме любви. Чувства, они ведь всегда про сейчас, а не про характер. Если вы злитесь, это ничего не говорит о том, какой вы человек, но может многое рассказать о происходящем. Возможно, нарушаются ваши границы, или обесценивается то, что вам дорого. Или вы настолько долго не отдыхали, что тело переключилось в режим боевой готовности и теперь реагирует командой враг даже на малейшее движение тени ветки. Тоже со страхом. Если вы боитесь, это не значит, что вы трусиха. Просто чувства опережают мысли, и поэтому вы ощущаете опасность быстрее, чем успеваете объяснить себе, в чем подвох. Есть хорошая фраза об этом. Если вам кажется, что что-то не так, то, скорее всего, вам не кажется. Если вы голодны, истощены, устали, бессмысленно ожидать от себя буддийского спокойствия при виде устроенного детьми бардака. Гнев не будет свидетельством вашего скверного характера. Он будет сигнализировать лишь о том, что конкретно сейчас вы на нуле. Всякий раз, когда мы нагружаем других надеждами, которые те не способны оправдать, возникает конфликт ожиданий. Младенец знать не знает, что маме хочется выспаться. Муж не читает мысли и понятия не имеет, о чем промолчала его жена. От подруги, привыкшей критиковать, бесполезно ожидать сочувствия и поддержки. Все они делают то, что делают. Не назло, а потому что не умеют по-другому. Это не с ними что-то не так. Это что-то не так с нашими ожиданиями. Подчеркну, ожиданиями, не нами. Иной вариант развития событий, когда вам указывают, что именно вы должны чувствовать, или осуждают вашу реакцию. Как ты можешь радоваться, что уволилась с работы? Ты должна места себе не находить от тревоги, как все нормальные люди. Помню, я выходила из первого брака с непредписываемыми чувствами печали или грусти. Они были, но фоном. Я шла в развод с чувством ярости. Вряд ли я ощущала бы ее, если бы мы просто не сошлись характерами, или любовь превратилась в труху за давностью времени. Я была в ярости, потому что мне было больно переживать собственное бессилие перед тем, как методично и неостановимо разрушается то, что я долго строила, во что много лет вкладывалось временем, силами, деньгами и общим прошлым. Но я категорически против того, чтобы отказываться что-либо чувствовать из страха неположенности этих чувств, их нежелательности, какой-то для кого-то некрасивости. Я тебя люблю. Спасибо. Это не тот ответ, которого я ждал. Большое спасибо. Ты говоришь, мне больно. А тебе отвечают, нет, тебе не... Тебе не больно. Тебе не страшно. Тебе неплохо. Ты не устала. Это блажь. Будь солдатом. Возьми себя в руки. Соберись. И ты собираешься. Раз собираешься. Два собираешься. Три, четыре, пять собираешься. Восемнадцать раз собираешься. Сорок три. И действительно чувствуешь, как становишься закаленнее и сильнее. Как грубеет кожа, нарастает броня. И там, где раньше было живое и теплое, образуется холодная пустота. И однажды ловишь себя на том, что уже ты говоришь кому-то. Тебе не больно. Тебе не страшно. Ты не веришь и меряешь по себе. А мера эта мала. И неверие это ничтожно. А тот другой, пришедший к тебе с бедой, остается с ней в одиночестве и печали. Мне очень не нравится, когда, спросив, что случилось, и услышав ответ, говорят. Но что ты так убиваешься? Нашла из-за чего? Во-первых, любой человек имеет право переживать случившееся так, как он хочет его переживать. Потому что ему лучше знать, что облегчит ему горе. Во-вторых, подобные слова ставят под сомнение его способность правильно реагировать на события, переводя из позиции взрослого, со своей устойчивой системой координат, в позицию ребенка, жизненного опыта которого не хватает, чтобы оценивать происходящее объективно. В-третьих, никто никому не может говорить «расслабься», пока не напрягся до той же степени. Тот, кто переживает потерю, знает, чего ему стоило происходящее, каких сил. Люди не горюют из развлечения. Как писала Мелоди Битти в своей знаменитой книге о созависимости «Спасать или спасаться», перестаньте отказываться от себя, от своих потребностей, от своих желаний, от своих чувств, от своей жизни и от всего, что вас составляет. Примите решение всегда заботиться о себе и придерживайтесь его. Мы можем себе доверять. Мы способны справиться и адаптироваться к любым событиям, проблемам и чувствам, с которыми сталкивает нас жизнь. Мы можем доверять своим чувствам и своим суждениям. Мы можем решать свои проблемы. Мы можем научиться жить и с нашими нерешенными проблемами. Мы должны доверять тем людям, на которых учимся полагаться. Самим себе. Тихие эмоции. Иногда не эмоциональность — не свидетельство истощения или сознательного подавления чувств, а особенность душевного строения. Не нужно винить себя в бесчувственности или холодности и пытаться принудительно заставить переживать реальность ярче. Качественность эмоций не зависит от степени их проявления и не измеряется высотой прыжков от радости или количеством ведер слез. Нормально любить страстно до дрожи и головокружения. И нормально так не любить. Нежность к себе — это учиться ценить собственный ящик с доставшимися инструментами, вместо того, чтобы завидовать чужому. У одного в нем лежит лупа, позволяющая видеть большое в мелочах. У второго — топорик, чтобы отсекать лишнее. У третьего — рулетка, которой он меряет все вокруг. У четвертого — отменное средство для сгущения красок. Нормально, если усилителя эмоций в ящике нет. Это ваша особенность, а не брак. Для большинства из нас разрешить себе чувствовать негатив и при этом ничего с ним не делать, не пытаться себя починить или стыдливо прикрыться — настоящая задача со звездочкой. Хотя порой мы не столько боимся чувств, сколько возможных поступков под их влиянием, резких и необдуманных действий, острых, как скальпель, слов. Страшит перспектива необходимости разбираться потом с последствиями — испорченными отношениями, затяжной ссорой, подмоченной репутацией всегда приветливого и спокойного человека. Боязнь потревожить чертей из омута схожа с опасением испытать сексуальный интерес к кому-то со стороны, находясь в стабильных моногамных отношениях. Словно он равнозначен измене и свидетельствует о проблемах в отношениях. Это не так. Чем чаще перекрывать усилием воли спонтанно рождающийся к кому-то интерес — не смей смотреть, не смей любоваться, не смей признавать, что то, что ты видишь, тебе нравится. Тем выше вероятность, что долго сдерживаемое напряжение однажды рванет и произойдет настоящая измена. Либо желание сойдет на нет в принципе, в том числе и к собственному партнеру. Пошли в бар? Нельзя в бар. Пойдем на рыбалку? Нельзя на рыбалку. Не жалеешь, что женился? Нельзя жалеть. Между сексуальным интересом и изменой множество промежуточных решений и конкретных действий. Нормально испытывать возбуждение, но при этом нести его домой. Невозможно влиять на то, какие чувства зарождаются внутри. Невозможно усилием воли заставить себя разлюбить или перестать страдать из-за предательства. Хорошая новость. У нас всегда есть силы, чтобы справиться с любыми чувствами. Ни одно из них нас не убьет, иначе природа бы их не предусмотрела. Как писала Энн Ламот, правду не обретешь, сидя на месте и благостно улыбаясь. Горе, утраты, гнев. Вот шаги на дороге к истине. Мы идем к ней через свои тайные комнаты и давние страхи. Все те дебри и пустоши, от которых нам велели держаться подальше. Когда ступим туда, оглядимся, вздохнем и уживемся с тогда и прорежется голос. Вот этот миг и есть возвращение домой. Беги, дыши, говори и снова действуй. Самое сложное в мгновение сильных чувств не забывать дышать. Ощущать, как адреналин разливается по телу, но дышать, сознательно не разрешая себе замереть, отключиться от происходящего. Мой опыт показывает, что мышцы запоминают состояние онемения лучше всего, и потом требуются долгие часы расслабляющих телесных практик, чтобы смягчить последствия заморозки, превращающие тело в соляной столб. В этом плане меня восхищает сибирский углозуб, обитающий в районах вечной мерзлоты. Этот маленький медлительный тритончик способен десятки лет пролежать в трещине скалы замороженным, а оказавшись на солнце, оттаять и радостно поползти по своим делам. Даже завидно. Вред эмоционального замерзания можно сравнить с уроном, который наносят возвратные весенние заморозки молодым росткам на грядке. Вода в клетках растений превращается в лед и разрывает клеточные структуры, и у нас получается вялое зеленое месиво там, где еще вчера планировал вырасти кабачок. Замораживая в себе обиды, страхи, пережитую боль, мы поступаем так же, носим внутри себя ледышки, ранимся о них. В книге «Выгорание» сестры Эмили и Амелия Нагоски рассказывают о стресс-реакции, которую испытывает наше тело, ощущая опасность. Встреча с волком в лесу, попадание в зону турбулентности. Стремное поведение незнакомца в метро или попытка наглого водителя подрезать на дороге. Все это расценивается телом как угроза, и оно мгновенно начинает накачивать себя гормонами стресса, чтобы помочь себе спастись. Авторы утверждают, чтобы быть здоровее и счастливее, цикл стресс-реакции обязательно нужно завершать, причем активными действиями, а не в уме. То есть тактика «самоувещевание» «испугались и забыли, едем дальше» — это вредная тактика. Если у вас тряслись руки, дрожали ноги, сердце билось как бешеное, в ушах шумело, живот скручивало, давление повышалось, а глаза видели только перед собой — туннельное зрение. Тело не удастся успокоить фразой «Ну-ну, дружочек, теперь все хорошо, расслабься». Когда вы сидели и мило улыбались, хотя внутри закипали от бешенства, или когда на вас кричали, а вы боялись что-то сказать в ответ, чтобы не нарваться на еще большую агрессию, организм испытывал такой же стресс, как и при обрыве троса лифта. По словам Нагоски, самым действенным способом закончить цикл стресс-реакции является физическая нагрузка. Это своеобразный сигнал организму, что вы успешно пережили угрозу и в вашем теле снова безопасно находиться. Еще задолго до того, как мне попалась эта информация, я, да и вы наверняка, интуитивно использовала движение и спорт, чтобы сбросить напряжение и справиться с тревогой. Хорошо помню майские праздники, когда меня накрыл жуткий кризис идентичности. Я не просто не совпадала с собой по краям, мое «я» плавилось на солнце и, застывая, превращалось в уродливую бесформенную массу. На своем ли я месте? С теми ли людьми? Куда я вообще иду? И почему все так сложно? Вопросов было уйма. Ответов — ноль. Пока все ели шашлыки за городом, я курила на балконе в пустой квартире и, не вылезая из пижамных штанов, писала тексты. Взяла работу на выходные, не умея и не позволяя себе остановиться. Я была на излете своей карьеры в должности главного редактора. Истощенная нагрузками, одиночеством и тем, что после развода прошло полтора года, а у меня так ни с кем и не получилось завести отношения, разве что в тупик. За окном наркотически сладко цвели яблони, каштаны и черемуха, а я клацала по клавишам и заедала внутреннюю пустоту вареной сгущенкой и пятью-шестью пачками мороженого за раз. Несчадно толстела и ненавидела себя за это. Ела, чтобы еще больше выбесить саму же себя, усугубить и без того полный раздрай внутри, дойти до предельной точки, вывернуться наизнанку, умереть и родиться заново, но уже какой-нибудь другой и хоть кому-нибудь нужной. Поздно ночью, когда я уже спала, пришла смс-ка от бывшего мужа. Он писал, что его новая женщина — его персональное чудо, что он счастлив, что любит, что, Господи Боже мой, тебе не передать, как это здорово. И мое сердце пропустило два удара, а из левого глаза выкатилось, медленно сползла вниз и затекла в ухо слеза. Похоже, у моего болота саморазрушения, жалости и ненависти к себе все-таки были пределы. Так теплой майской ночью с ее шорохами, вином и падающими звездами, я впечаталась в свое дно. На следующий день я проснулась в 4.30 утра, взяла лист бумаги и начала строчить как бешеная свой манифест, где, не стесняясь в выражениях, написала все, что думаю о себе, своей жизни и своих перспективах, подчерком отличницы, красивыми печатными буквами, почти капслоком. Никто не решит твои проблемы за тебя. Никто не придет и не спасет тебя, потому что ну сколько можно уже страдать. Никому не интересны твои красочные депрессии, да и черт возьми, никому не должны быть. Так что вытри сопли, надень кроссовки и беги. Беги, пока не упадешь от усталости, а когда упадешь, ползи по направлению к дому. Я поднялась с постели, натянула кроссовки, погладила ошалевшую кошку и побежала. Огромные майские жуки совокуплялись и с громким хрустом падали на асфальт. А рассветное небо было такой чистоты и ясности, что болели глаза. Бег стал средством разогнать кровь и дурные мысли. Иногда я бегала, чтобы не оставалось сил плакать. Восемь месяцев в году я натягивала старые розовые треники, лежавшие в шкафу еще с подросткового возраста, вставляла в уши музыку и отправлялась на свой ежедневный марафон вдоль трассы. Иногда я буквально за шкирку вытаскивала себя в душную плотную горячую ночь, чтобы не оставаться одной в дешевом отчаянии темноты, а бежать. Пусть захлебываясь слезами и соплями, но двигаться дальше. Через три километра слезы высыхали, через четыре прекращались всхлипывания, через пять отпускала боль. Девять километров вообще не оставляли надежды. Я просто возвращалась домой, ложилась на пол и лежала, слушая, как пот сочится через поры. Пропитывает ковер, размягчает бетонные перекрытия, проникает в землю и смешивается с грунтовыми водами, чтобы отправиться вместе с ними куда-нибудь далеко-далеко, где все просто и ясно, как скорлупка от яйца, снесенного деревенской рыжей курицей. Ночь темна перед рассветом, а спорт действительно может помочь проработать стресс. А знаете, что точно не сработает? Сидеть и говорить себе, что все позади. Завершение цикла — это не умственное решение, а физиологическая трансформация. Вы же не приказываете своему сердцу биться, а кишечнику переваривать еду. Стресс-реакция не подчиняется вашей воле. Просто дайте организму то, что нужно, и пусть он занимается тем, для чего предназначен. Столько времени, сколько потребуется. Как еще можно помочь себе справляться с наплывом чувств? Попробуйте что-нибудь из следующего. Надувать мыльные пузыри, желательно гигантские. Это отличный способ сконцентрироваться на дыхании и успокоиться благодаря медленному выдоху. Трястись, чтобы не трясло. Когда я чувствую, что мышцы из-за стресса превращаются в камень, я стараюсь расслабить их с помощью тряски. Включаю музыку, закрываю глаза, ловлю ритм и превращаюсь в древнюю женщину, танцующую у костра при полной луне, которой все равно, как при этом выглядит ее попа. Спойлер, как желе. Я далека от эзотерики, но еще ни одна медитация, массаж или занятия фитнесом не приносили мне настолько быстрого эффекта восстановления, как тряска в рыжих домашних штанах у себя на кухне. Давать пугающему имена. Name it to tame it. Назови, чтобы приручить. Постарайтесь максимально точно сформулировать, что именно вы чувствуете, на что это похоже, как проявляется в теле. Чем глубже у вас получится войти в контакт с ощущением, тем быстрее оно отпустит. Представляете, волна накатывает и волна уходит обратно в море. Лижет песок и ваши ноги, но оставляет вас на берегу, живой, невредимой. Приседать, если испугались. Пережив стресс, завершите стресс-реакцию любым физическим упражнением, которое придет на ум. Идея закрыться в рабочем туалете и двадцать раз подпрыгнуть после тяжелых переговоров может показаться бредовой, но тело снова вспомнит, что быть вами безопасно, а не отложит испытанное напряжение во внутреннюю копилку. Памятка нежности к себе. Первое. Вы имеете право чувствовать что угодно, когда угодно и как угодно долго. Нет неправильных, некрасивых или неуместных чувств. Они все ваша правда. Второе. Только вам решать, как проживать свои чувства, с какой интенсивностью и какими способами, при условии, что они не приносят вреда окружающим. Никто не может советовать вам забить и расслабиться, если единственное, чем он вложился в вашу поддержку, это своим дурацким советом. Третье. Вопрос к себе «мне понравилось?» всегда лучше, чем «что обо мне подумали другие». Четвертое. Не берите себя на слабо, когда голодны, не выспались или устали. Лучше возьмите себя за руку и уведите туда, где можно раздобыть тишины, чая и бутербродов. Пятое. Не требуйте от себя ярких чувств. Искренность не зависит от громкости, благодарность не нуждается в спецэффектах. Насколько можете нагреться и посветить, настолько и хорошо. Шестое. Вы всегда имеете право сказать «пожалуйста, не кричите на меня». А если вам пытаются всучить чувство вины, его можно не брать. Как отказываются от рекламных листовок в переходе метро. Спасибо. Мне не нужно.